Я приветствую всех, драгоценные братья и сестры, в это время, когда мы собрались, чтобы слышать Слово Божье, чтобы поклониться Господу, чтобы выразить Ему свое посвящение, принести Ему свои жертвы. Пусть особенная благодать от Бога нашего, Отца и Сына Его, Иисуса Христа, будет на каждом из вас, в том месте, где вы сейчас смотрите эту трансляцию. Я хочу прочитать вам одну интересную притчу, которую рассказал Иисус Христос своим ученикам. И я думаю, многие религиозные люди, которые слушали эту притчу, были удивлены, мягко говоря, если не возмущены. Итак, Евангелие от Луки, 18 глава, 9 по 14 стихи. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других». Давайте на паузу немножко нажмем здесь. Не знаю, видите ли вы взаимосвязь между этими двумя позициями. То есть Иисус обращается к людям, которые были уверены в себе, что они праведны. Ну, вообще-то неплохая позиция, на мой взгляд. Хорошо быть уверенным в себе, что ты не грешник, что с тобой все хорошо. Единственное, что не нравится здесь, это то, что говорит Иисус о них же. Что, будучи уверены сами в себе, что они праведны, они уничижали, они пренебрегали другими людьми. И так Иисус обращается к ним и рассказывает такую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе. Так, Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю. Даю десятую часть от всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо. Но ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, говорит Иисус, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Мне кажется, на самом деле, что есть закономерность вот в этих двух позициях, о которых говорит Иисус, обращаясь к людям, которые были уверены сами в себе, что они праведны, но при этом уничижали, пренебрегали другими людьми. Я помню, как оказался в аварии, это было 14 лет назад, такая неприятная авария, я оказался в больнице, где люди, которым я служил еще совсем недавно, они кормили меня с ложечки, приносили там пищу, заботились обо мне. И я чувствовал себя настолько разрушенным и смиренным в это время. И я помню, что мне совсем не хотелось тогда как-то оценивать их жизнь, как они правильно живут или неправильно живут. И вот закономерность, которую я вижу и которую подмечает здесь Иисус Христос, что когда у нас все в порядке, когда мы чувствуем себя праведными, то мы склонны оценивать других людей, насколько они правильно или неправильно живут. Но когда у нас у самих какая-то проблема, трудность в жизни, тогда так не хочется давать каких-то оценок, тогда приходит смирение, мне кажется, милосердие больше наполняет наши сердца. Не знаю, согласны вы с этим или нет, можете написать что-нибудь в комментариях, можете в нашем чате как-то отобразить свое мнение, скажите, да, я согласен или согласна, либо нет, у меня совсем по-другому. Давайте будем общаться, взаимодействовать и пусть Господь направит наши мысли, пусть Господь откроет нам сегодня именно то, что Он хочет нам сегодня открыть в преддверии этого поста. Мне кажется, очень печально, когда вы, считая себя праведными, поститесь, приводите, ну, какие-то делаете дела хорошие, но при этом остаетесь в худшем положении, чем человек, который, может быть, вообще не постится, и считает себя совершенно недостойным грешником. Не хотелось бы оказаться в таком положении, и с 11 по 31 января, буквально начиная с завтрашнего дня, наша церковь участвует вместе с Российской Церковью в посте Даниила, где мы будем смиряться с вами, где будем искать Господа. И я думаю, что в преддверии этого поста нам важно понимать, что мы собираемся делать. Какой смысл мы вкладываем в то, что собираемся делать, в пост? После притчи, которую рассказал Иисус, мне кажется, можно разные выводы сделать. Кто-то подумает, зачем вообще тогда поститься. Может быть, достаточно просто не думать о себе высоко, не унижать других людей, и, может быть, на этом достаточно. Но это неверное понимание. Потому что достаточно много Библия учит о том, что пост очень важен в жизни каждого христианина, в жизни каждого искренне верующего человека. И для сравнения я приведу вам еще одно местописание из книги «Деяния апостолов», 10 глава, 30 стих. Корнилий, римский сотник, человек не из еврейского народа. Находился в посте, находился уже четверо суток, как он говорит, в посте, и он увидел ангела, который предстал перед ним и сказал, чтобы Корнилий пригласил апостола Петра, который тоже находился неподалеку от тех мест, где жил Корнилий. И что апостол Петр скажет какие-то особенные слова, через которые Корнилий со всем своим домом может спастись. Корнилий поступает именно так, как сказал ему ангел. Он зовет, приглашает Петра через своих посланников. И в результате Петр приходит и говорит эти слова. Интересно описываются эти события, когда апостол Петр зашел в дом Корнилия, а Корнилий упал перед ним на колени. Так что апостолу пришлось поднимать его на ноги и говорить, вставай, я тоже человек. Перед римским сотником стоял обычный рыбак. Но реакция Корнилия говорила о том, что он относится непросто, как обычному рыбаку. Итак, Деяние 10 глава. Корнилий сказал, то есть апостол Петр спрашивает, для чего вы меня пригласили, и он отвечает и говорит. Четвертого дня я постился до теперешнего часа. Ну, учитывая, что нужно было проделать определенный путь, чтобы сходить за Петром и потом прийти обратно, я думаю, что дней семь Корнилий уже находился в посте. И в девятом часу я молился в своем доме, и вот встал передо мною муж в светлой одежде и говорит, Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспоминулись перед Господом. Друзья, Корнилий, начиная свою речь, подчеркивает, что он находился в посте. Это было особенное, по всей видимости, для него время, и в это время он увидел ангела. Я думаю, не каждый день он видел ангела. Описывается его реакция, что он испугался, он совершенно не ожидал этого, но он увидел ангела в то время, когда постился. Итак, мы видим, что есть разные примеры. Один человек, фарисей так называемый, два раза в неделю постится регулярно, чувствует, что с ним все хорошо, и при этом оказывается каким-то недостойным по сравнению с мытарем, который ничего о себе не думает, или более того, считает, что он грешник, совершенно недостойный даже поднять глаза к небу. И Корнилий, который вообще не из числа евреев, который не может похвастаться своим происхождением, и он находится в посте, и ангел приходит к нему, то есть Бог посылает ангела к этому язычнику, который постится перед Богом. И в результате этот язычник получает спасение от Господа, и для себя, и для всего дома своего радость наполняет жизнь этого человека отныне. В чем разница? Почему такая разница? Один вроде постится старается, и другой постится, но такая разница, почему Бог так по-разному реагирует в жизни этих людей. Я думаю, друзья, что разница в том, что фарисей, постясь, старался как-то лучше выглядеть перед Богом. Другими словами, он старался что-то заработать. Он старался заработать какое-то особенное положение перед Богом, какие-то привилегии, которые он ожидал от Бога. И на самом деле это была очень распространенная позиция среди евреев. Они постились, для них пост был чем-то особенным, но они постились для того, чтобы выделиться среди других людей. И Господь Иисус даже обличал их в том, что они выставляли это на показ, то, что они хвастались, молились всенародно и постились так, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что они постились. В то же время мытарь не мог похвастаться со своим правильным положением перед Богом или перед людьми. Это был человек, которого все считали предателем. Вы знаете, конечно, что мытари собирали налоги со своих же братьев и сестер, со своего же израильского народа и отдавали это римлянам. Кроме того, чтобы самим как-то жить, они вынуждены были брать больше, чем те налоги, которые римляне предъявляли еврейскому народу. За это все евреи ненавидели мытарей. Он не мог похвастаться своим хорошим каким-то положением. Все, что он мог делать для Бога, он делал, ожидая милости. И мы ясно это видим в его обращении к Богу. Боже, будь милостью ко мне, грешнику. Я понимаю, что я грешник, я понимаю, что недостоин. Все, чего я ожидаю от тебя, это милости. Я думаю, не сильно отличается от этого мытаря римский сотник, который не был из евреев и не мог рассчитывать на то, что он, выполняя какие-то религиозные обряды, сможет быть в достаточно правильном положении перед Богом. Потому что он не был из числа еврейского народа, из числа избранного народа. И в то время и в том месте евреи всем подчеркивали, что они избранный народ Божий, и что именно с ними Бог имеет особенное отношение. Это был римский сотник. Кто знает, может быть, он совсем недавно участвовал в распятии Иисуса Христа. Но явно, что его никто не поощрял к этой вере в Бога еврейского. Итак, я вижу разницу между этими людьми в том, что один, постясь, ожидал оправдания от Бога, а другие два, они постились, ожидая милости от Бога. Итак, сравнивая этих людей, я думаю, несложно сделать вывод, что в глазах Божьих имеет привилегию тот, кто рассчитывает на милость от Него, чем тот, который через свои определенные поступки ожидает заработать правильного положения перед Богом. Друзья мои, вы можете подумать, но это там, тогда мы сегодня знаем, что мы не оправдываемся перед Богом. Но я позволю себе возразить, если вы так размышляете, потому что сплошь и рядом я вижу, как многие христиане продолжают вновь и вновь оправдываться перед Богом, стараясь выглядеть как-то лучше в своих глазах, в глазах других людей. Я думаю, ни для кого не секрет, что наше общество в России в основе своей считается православным таким народом. И я разговаривал со многими людьми, которые, и продолжаю общаться со многими людьми, которые считают себя православными, и при этом я не нашел пока еще ни одного человека, который был бы уверен в своем спасении. Каждый из них говорит какие-то правильные слова, какие-то правильные дела вроде делает, но когда речь доходит до спасения, до того положения, в котором человек находится перед Богом, я пытаюсь спросить, понять, то есть насколько человек уверен в своем спасении. Человек не уверен и чаще всего объясняет, что там на небе какие-то есть чаши, на которых потом Бог взвесит добрые и плохие поступки и определит тогда, значит, будет он спасен или нет. Но чем тогда это мышление отличается от мышления тех иудеев, которые пытались заработать через пост, через другие какие-то религиозные поступки, оправдания перед Богом? Я думаю, что это очень актуально и для нас сегодня, чтобы мы в преддверии поста проверили свое сердце, почему мы собираемся поститься. Потому что все постятся, и мы не хотим выглядеть хуже. Либо потому что, ну, если мы не будем поститься, то тогда, может быть, наказание какое-то придет от Бога. Либо, если мы не будем поститься, то тогда не придет чего-то доброе, то, что должно было бы прийти в нашу жизнь. И если какой-то из этих мотивов есть, то это говорит о том, что мы все еще пытаемся что-то заработать у Бога. И я привел вам эти два примера, чтобы мы увидели очень ясно, что Бог приходит на молитву, Бог приходит в пост того человека, который ожидает милости от Бога, а не который рассчитывает на свое положение, на свои правильные дела, на свои поступки, что он как бы заработал внимание Бога. На самом деле, евреи привыкли, что поститься важно, но они постились чаще всего, когда приходил какой-то кризис, когда приходила какая-то проблема. Например, какой-то царь атаковал их, или время войны, или время какой-то безысходности, тупика, проблемы, эпидемии какой-нибудь. И они тогда взывали к Богу, и пост был для них как инструмент, чтобы привлечь внимание Бога. «Господи, услышь, мы смиряемся, мы погибаем!» Это был крик просто к Богу. Но к тому времени, когда Иисус был на земле, я думаю, пост больше всего все-таки выражал уже просто оправдания, просто религиозные какие-то поступки. Вот, я хочу прочитать вам еще одно место Писания. Я хочу, чтобы мы услышали сегодня что-то очень важное, то, что поможет нам быть на самом деле в правильном положении перед Богом. Я хочу сказать, что пост – это не способ, чтобы заработать что-то у Бога, но это способ, чтобы выразить свое смирение перед Ним. Евангелие от Матфея, 9 глава, 14 стиха. И здесь записаны слова самого Иисуса Христа. К Нему пришли ученики Иоанновы и задают Ему вопрос. А почему мы постимся? Фарисеи постятся, много причем, а твои ученики вообще не постились, не постятся. Интересно, думали вы о том, что ученики Иисуса, пока были со Христом, они вообще, оказывается, не постились? Ну, послушайте. Тогда приходят к Нему, то есть к Иисусу, ученики Иоанновы и говорят, почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся? И сказал им Иисус, «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое». Итак, Иисус обозначает две причины, почему ученики в Его присутствии не постились. Первую причину, объясняя, он приводит интересный пример, который был понятен, я думаю, любому иудею в то время. Дело в том, что иудеи не праздновали свадьбу, выезжая куда-то далеко, то есть в медовый месяц или куда-то в отпуск, как это сегодня происходит. Иудейский народ имел такую традицию, то есть они, когда женились, то в течение недели их дом оставался открытый для друзей и для подруг, для близких друзей и для близких подруг, которые относились в эту неделю к жениху и к невесте, как просто царю и к царице. И независимо от того, богатые были эти люди или нет, возможно, один раз в жизни, но они переживали эти особенные чувства, когда к ним относились как к царю и царице. Их дом был открыт для друзей, и друзья постоянно в течение недели прислуживали им. И вот это была такая особенная традиция у еврейского народа. Иисус приводит эту традицию в пример. И вот эти люди, вот эти друзья и подруги назывались как раз сыны чертога брачного. Иисус говорит, могут ли сыны чертога брачного печалиться, когда поститься, когда рядом жених? То есть немыслимо, чтобы эти подруги и друзья ходили с как бы сынылыми лицами, там как-то смиряясь, потому что это время радости, это время торжества, это время общения с женихом и с невестой. Знаете, что я хочу сказать, используя этот пример? Что пост, то есть я думаю, что Иисус хотел именно эту мысль сказать, что пост это не просто религиозное действие какое-то. Пост не имеет смысла, если он пост ради поста. Просто так надо. Просто потому, что это хорошо почему-то. Просто потому, что это как-то благоговейно выглядит перед Богом. Нет, Иисус говорит, смысла сейчас им нет поститься. Я думаю, нам сегодня это больше понятно, но те люди, которые его слушали, вот эти ученики Иоанна, я думаю, они задумались, и Иисус увидел явный вопрос в их глазах. Поэтому он им старается пояснить, и он отвечает в 16 стихе. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, то есть из новой ткани. То есть к старой одежде никто на дырку не налагает заплату из новой ткани, потому что вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого, говорит Иисус, в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается и то, и другое. Вы когда-нибудь пришивали заплатку и вообще на какую-нибудь дырку? Я думаю, вы прекрасно понимаете этот образ, и для каждого из нас он понятен. Что если края какие-то распушенные, такие старые, и вы пытаетесь пришить какой-то новый материал, то этот новый материал, конечно, тянет на себя, и дырка становится в результате только еще больше. И толку от этой заплатки нет. Я думаю, что под вот этой старой ветхой одеждой Иисус подразумевает учение Ветхого Завета. Учение, в котором иудеи просто привыкли оправдываться. Они вынуждены были постоянно приносить жертвы за свои грехи. Они вынуждены были постоянно делать какие-то действия, чтобы как-то оправдаться перед Богом. Они настолько привыкли это делать, что для них было естественно, что они ходят и постятся или молятся, так чтобы кто-то высказал им одобрение, чтобы кто-то заметил. И в таком случае они в своих глазах, во всяком случае, выглядели лучше. Иисус называет это ветхой одеждой. И Он говорит, поститься хорошо. Придет время, когда отнимется жених, и они будут поститься. Я думаю, несложно здесь увидеть новый смысл поста, который Иисус им предлагает. Пост не ради поста, пост не ради того, чтобы оправдаться, но пост ради того, чтобы вновь видеть жениха, чтобы вновь его слышать, чтобы вновь ощущать его присутствие. Мне кажется, Иисус очень недвузначно показывает именно эту цель. Он говорит, отнимется жених и тогда, и по этой причине они будут поститься. Я думаю, под ветхими вот этими мехами Иисус подразумевал необновленное, вот это необновленное мышление, необновленное Новым Заветом, необновленное Христом еще мышление человеческое. Я думаю, необновленные люди называются вот этими ветхими мехами. Иисус говорит, не вливают вино молодое в мехи ветхие. Вы знаете, что раньше они хранили вино не в стеклянной таре какой-нибудь или не в глиняной, они хранили это в бурдюках, таких кожаных мешках, куда наливали вино для того, чтобы хранить. И молодое вино, оно продолжает бродить еще немножко, оно продолжает бурлить. Газы, которые образовываются, они давят на стенки. Если это засохший какой-то такой курдюк этот или мешок этот уже из засохшей кожи, то он легко лопнет, и вино пропадет, и тогда этот мешок тоже испортится. Но если этот мешок из новой кожи, то тогда никаких проблем с газами нет, потому что он легко тянется, растягивается немножко и сохраняется и то, и другое. Иисус берет этот очень яркий образ, я думаю, чтобы проиллюстрировать именно эту мысль. Нет никакого смысла делать какие-то религиозные действия, нет никакого смысла, допустим, в посте, о котором его спрашивают ученики Иоанна. Если вы будете продолжать это делать с этими старыми понятиями, чтобы просто оправдаться. Почему? Потому что пост в Новом Завете призван не просто привлечь внимание Бога, он призван открыть нам его мысли, его желания, он призван повести нас дальше. Это как новое молодое вино, которое будет бродить, которое будет бурлить, которое будет стремиться расширить твой курдюк, вот это твое сердце, твои мысли, твое мышление. О, это молодое вино, которое призвано повести тебя дальше. И если ты просто оставаться будешь со своими вот такими религиозными понятиями, то лопнешь, треснешь и разрушишься. Иисус говорит, поэтому нет никакого смысла сейчас для них поститься. И так Иисус обозначает две причины. Первая. Он говорит, нет никакого смысла просто религиозный обряд какой-то совершить. Потому что пост – это не просто религиозный обряд, он не должен быть пост ради поста. Но он ради отношений с женихом, ради отношений с Иисусом. И вторая мысль, которую он говорит, прежде чем они будут поститься, что-то должно измениться в их мышлении. Они должны увидеть этот новый образ. Они должны захотеть просто принять это новое мышление, которое поможет им правильно использовать этот великий инструмент под названием пост. Итак, теперь давайте несколько слов о том, зачем же все-таки поститься. Евангелие от Матфея, 6 глава, 16-18 стих. Иисус говорит, так же, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. «Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Друзья мои, ну, Иисус здесь очень явно проводит параллель между постом и наградой, которую Он приготовил, которую Бог приготовил для каждого человека, который будет поститься. Это очевидно. Господь хочет, чтобы мы постились, потому что Он хочет дать нам награду за что? Я думаю, что правильно поститься, отделяя себя для Бога. В это время непростое, когда так много что увлекает в сторону, когда так много есть что сбивает с толку, пытается принести суету в нашу жизнь. Так правильно отделить себя для Бога. Я думаю, что в посту мы отделяем себя для Бога. Мы предоставляем себя для Него. Мы понимаем, что в посту человек отказывается от пищи полностью или частично, и пища нам дает силы и дает удовольствие. Я думаю, это должна знать каждая жена, что голодный муж – это злой муж. Муж, поэтому прежде чем что-то сказать или спросить, хорошо сначала мужа накормить. И вы думаете, что же я тогда буду с ним делать, когда он будет поститься. Это особенное время. Это особенное время, просто особенное время, когда надо отказываться от того, что тебе нравится, и при этом оставаться довольным. И при этом оставаться счастливым и радостным. И когда так не происходило, Иисус обличал этих людей. И даже в Ветхом Завете, в книге пророка Исаии, в 58 главе, мы читаем, как Бог обличает людей, которые постятся, но при этом пренебрегают другими людьми, при этом заставляют других тяжело работать, оправдываться, оскорбляют, бьют и так далее, раздражаются. И я думаю, хоть это и из Ветхого Завета пример, но в этом плане абсолютно ничего не изменилось. И в Новом Завете, когда мы постимся, Бог ожидает от нас смирения перед Богом, и также это смирение должно выражаться по отношению к людям, когда мы терпеливы, когда мы не раздражаемся, когда мы не злимся, когда мы не унижаем, не заставляем другого человека соответствовать каким-то образом, особенным, в общем, не заставляем тяжело трудиться, так как написано в книге пророка Исаии. Итак, мы постимся, чтобы отделить себя для Бога. Дальше. Мы постимся, чтобы смириться перед Богом. Этот пост называется пост Даниила. Но если вы посмотрите на то, как Даниил постился, то вот что вы заметите. Это записано в книге пророка Даниила в 13 главе во 2 стихе. И там написано, что Даниил, он решил смириться перед Богом и взыскать Божьих откровений. Вот две цели, для которых постился Даниил. Он решил взыскать откровений от Бога. Ему необходимо было водительство Божье. И для этого он смирялся перед Богом. Итак, во время поста мы отделяемся для Бога. Во время поста мы смиряемся перед Богом. Дальше. Мы постимся в вере, что Господь в результате даст нам свою награду, которая готова для каждого человека, кто смиряется перед Богом и ищет его воли. Дальше. Мы ожидаем направления от Господа. Я вижу, что в книге «Деяния апостолов» описывается, как Первая Церковь, Первая Апостольская Церковь употребляла этот пост. Я хочу прочитать вам это. Деяние, 13 глава, 2 стих. «Когда они служили Господу, то есть Церковь, и постились, Дух Святой сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Я вижу, что для Первой Апостольской Церкви это было открыто. Они не постились уже, чтобы оправдаться, потому что мы в Новом Завете оправданы кровью Иисуса Христа. Мы оправданы совершенной жертвой, которую Бог принес в виде Иисуса Христа. Нам не надо больше оправдываться. Нам не надо больше стараться лучше выглядеть в своих глазах, или в чьих-то глазах, или даже перед Богом, потому что Бог, Сам Бог оправдывает нас. Сегодня мы, оправданные кровью Иисуса Христа, ожидаем видеть нашего жениха в нашей жизни, в этом Новом Году. Мы ожидаем Его водительства, мы ожидаем Его голоса, мы ожидаем Его Слово, которое направит нас. Не просто в общем, но каждый день. Мы просим у Господа в это время, чтобы Он направил нас, чтобы Он наставил нас, чтобы Он дал нам мудрости в это непростое время, в которое мы живем. в первоапостольской церкви. Это было открыто, и именно в этом направлении они двигались. Друзья, я замечаю иногда, что когда мы говорим о посте Даниила, то разговоров больше иногда вокруг того, что есть, а что не есть, чем вокруг того, что Господь говорит, куда Он нас направляет, что Он от нас ожидает. Давайте прочитаем, особенно 10 главу книги пророка Даниила, чтобы увидеть этот пост и этот смысл, который Даниил закладывал в то, что Он делал. Он смирялся перед Богом, чтобы найти водительство Божье, чтобы получить откровение для Него. Конечно, мы в ближайшее время выложим список тех продуктов, в которых мы предлагаем согласиться, что есть, а что не есть. Но не это главное. Пусть в ваших рассуждениях, пусть в вашем общении будут на первом месте вопросы такого характера. Что тебе Господь говорит? Что ты чувствуешь от Бога? Куда Он тебя направляет? Что ты думаешь о том, что Бог ожидает от нас? Давайте будем задавать друг другу эти вопросы и помогать сосредотачиваться в правильном направлении, когда мы говорим о посте. Чуть позже, сегодня буквально, мы выложим те вопросы, те молитвы, те нужды, о которых мы предлагаем молиться в это время. Добавьте к этому списку свои вопросы, свои личные нужды, свои личные вопросы. И последнее, что я хочу предложить вам. Давайте заведем дневник для этого времени поста. Дневник, в котором мы будем записывать то, что Бог нам будет говорить. Дневник, в котором мы будем фиксировать то, что Бог будет делать. Я верю, что Бог что-то хочет сделать в жизни каждого человека, который с правильным пониманием поста вступает в это время смирение перед Богом, в это время ожидание, что Бог хочет сделать, в это время, когда мы отказываемся от своих удовольствий. Мы с семьей отказываемся от каких-то вкусностей, понятно, от всего сладкого. Мы воздерживаемся от интимных отношений с женой в это время. И мы доверяемся Богу. Мы ожидаем, что Господь направит нас, поведет нас. А сколько было свидетельств от прошлогоднего поста? Я могу вам привести, ну, лишь некоторые. Я знаю, что люди исцелялись. Некоторые люди просто исцелялись от разных болезней в то время, когда в прошлом году мы постились таким же постом Даниила. Одна сестра написала мне, я спросил просто, кто может поделиться своими свидетельствами. Одна сестра сказала, что она получила направление в служении Богу до того, как началась пандемия. И потом, когда началось все это время, она вдруг увидела, насколько точно Бог направил ее, насколько Бог хочет, чтобы она именно это делала, там, используя интернет, используя разные вот эти возможности. Она сегодня исполняет волю Божью. Из-за недостатка времени не буду много рассказывать вам об этом. А другая сестра, она получила откровение и силу для того, чтобы это откровение воплотить в жизни. Это касалось ее здоровья. Она долго не могла позаботиться о здоровье так, как нужно. Там надо было смиряться, там нужна была определенная диета, там нужны были определенные продукты. И вот во время того поста Даниила, она вдруг приняла от Господа, что Бог даст ей достаточно сил и возможностей, чтобы она могла сделать вот то, что Он от нее ожидал. И в результате она похудела на 30 килограмм, в результате ее здоровье стало намного лучше, в результате она увидела, что это явно Бог направил ее. Ради того, чтобы дать же ей же и благо, драгоценные, все замыслы Божьи, они во благо для нас. Они для того, чтобы открыть для нас невероятное будущее. А не только для того, чтобы нас же сделать счастливыми. Но в окружении этих соблазнах, в которых мы живем, в окружении того, вокруг чего мы находимся, бывает так трудно увидеть эту волю Божью. А для человека порой даже невозможно понять, потому что она кажется абсурдным чем-то. И нам так необходимо водительство настоящего живого Бога в это время. Нам так необходимо слышать его и учиться отличать его голос от всех других голосов в этом мире. Давайте согласимся в это время соединиться в смирении, соединиться в ожидании перед Богом, соединиться в доверии Богу, соединиться в этой вере, которая выражается во время поста. Я думаю, что каждому из вас Бог даст свое откровение, от чего надо отказаться. Для одного то, что является удовольствием, для другого это совершенно не является удовольствием. Но Бог знает, что будет для вас по-настоящему смирением. Доверяйте Господу. Добавляйте в свой список, от чего вы отказываетесь, свои удовольствия. Пусть Бог направит вас. Пусть Бог благословит вас. И не забудьте завести дневник. Я верю, что в ближайшее время, в течение года, мы будем делиться с вами теми переживаниями, теми откровениями и теми событиями, которые обязательно произойдут в нашей жизни в результате того, что мы начинаем этот год со смирением перед Богом и с доверием Ему. Давайте посвятим это время Господу в молитве и скажем Ему о своих решениях. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за всякое время. Мы благодарны Тебе, Господи, не только за время, когда у нас накрыт стол и мы наслаждаемся разными явствами. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»